Девушки отдыхают Среди нас, среди нашей группы есть сущности из других планет помимо меня Поэтому я чувствую на себя посыл Делиться той информацией, которую я знаю С вами Что ж, начнем Хотела бы начать с того, что про астрал существует много мифов Но для начала хотелось бы задать вопрос Кто уже реально был в астрале? Случайно или не случайно поднимите руку Ну, то есть немногие В основном, я смотрю, люди С этим не очень знакомы Поэтому расскажу вам про мифы Существует самый популярный миф Не вернуться Не вернуться в тело То есть человек выходит И он уже не может вернуться И тело умирает Это самый популярный миф Это неправда Но даже сейчас девушка рассказывала Что она вот хочет вернуться в тело И сама возвращается То есть стоит только вспомнить о теле И подумать о том, что вы хотите вернуться Вы мгновенно вернетесь в тело Существует даже много методов Чтобы не думать о своем теле Не вспоминать У меня такое часто бывает Что я долго в астрале уже По ощущению, наверное, день бывает такое И я думаю Ой, как хорошо Я так уже давно в астрале Супер И в этот момент я неволе Воле-неволе И даже не думаю о теле Но как-то на нем концентрируясь И просыпаюсь Думаю Блин, вот зачем я подумала Что я тут уже давно Я вернулась в тело Можно, например, у меня тоже Это частая ошибка Да, можно еще Думаю Я давно здесь Я, получается, тоже думаю То есть у меня Может, не астрала осознанность в теле Я все осознала Подумывала о теле И проснулась А утром я поняла Что, скорее всего, не проснулась И пробуждение было ложным После этого Я всегда как бы Я вот проверяю на ложность Эти пробуждения Такое очень часто бывает И когда мы пробуждаемся Тоже после астрала Уже по-настоящему Многие делают ошибку Что они просто берут И встают А они должны просто лечь И попробовать техники И они обратно возвращаются В тот момент Откуда они вышли Это тоже очень важно Еще один есть миф Тоже один из самых распространенных Я считаю его, наверное, самым бредовым Что кто-то займет Ваше тело Пока вы находитесь в астралии И вы же не сможете В него обернуться Такого не может быть Просто в принципе Это невозможно Ваше тело никто не займет Есть, знаете, такие примеры Когда в реальной жизни Сущности могут влиять на тело человека Тонкие сущности И с астралом это никак не связано Как они могут влиять вообще Получается так, что когда человек Часто курит, часто пьет Или употребляет много мяса Испытывает эмоций много Все это влияет на то, что наше энергетическое тело Оно становится более тонким Уязвимым И со временем в нем появляются дыры Через вот эти дыры На энергетическом теле Присасываются сущности тонкие Негативные Они как пиявочки Вот так вот присасываются И диктуют свои мысли Многие люди, они думают Что это их мысли К примеру, какая-то мысль появилась Ну абсурдная А люди думают Ну вот я такой хороший Мне захотелось пошалить И берут, потыкают в эти мысли Например, с кем-то поссориться Кому-то сказать гадость Или там подширтить как-то С какой-то колгостью А это на самом деле не наши мысли Все, что не является позитивом Это все продукт тонкого плана Низкого плана сущности Которые просто присосались к вашей ауре И вот таким образом Многие люди, они думают Что через астрал Можно как-то повлиять на них На самом деле через реал Так влияют, что будь здоров Поэтому об астрале можно не беспокоиться Там вы наоборот Как раз-таки находитесь В своем тонком теле И контролируете то Что к вам никто не подойдет То есть вы это все видите Вы уже в том состоянии Поэтому нужно лучше думать о том Чтобы сущности нет И не влияли на вас Именно-таки в физических телах Также есть один миф То, что это опасно Входить в астрал Что, к примеру, что-то может С вами случиться Кто-то на вас повлияет У вас там случится Сердечный приступ Или вот недавно Мне рассказал мастер-матолог Например, что один человек был Очень такой Там не хватает стульев Там не хватает стульев А, боже мой Неудобно получалось Там тебе место одно осталось В общем, еще мне рассказали пример такой Что человек, он сам по себе хороший целитель У него мощная энергетика Он выходил в астрал Но вот один раз случилось у него То, что его напугало Он подрался в астралии Проснулся с болью в солнечном сплетении Его ударили сильно в астралии И он всю неделю ходил И мучился от боли Мне один врач ему не мог сказать Что такое И он все это загросил Ударился в религию И просто-напросто Теперь это все отрицает Тот, кто говорит об астралии Он всех высмеивает Мол, это все полный бред Не нужно вообще туда уходить И вообще это очень опасно И так далее То есть он на негатив припал Но что случилось в действительности? В действительности его высшее Я Дало ему как раз-таки такой толчок Чтобы он увидел Что та жизнь Она так же может повлиять на наше тело Как и здесь То есть это все неразделимо Это такая же реальная реальность Любой человек Который не склонен к страху Наоборот воспринял бы это Как радость Как благодать То, что он получил такой явный знак Что это все реально А он испугался То есть многие люди Они почему-то пугаются такого А ведь это только плюс Вот у меня в первый раз было такое в астралии Что я гуляю Вот босиком гуляла Как-то получилось Проходила в какой-то свалке Вот И в общем были стекла Я порезала себе пятку Ну смотрю порез Ну ладно Астрал так астрал Просыпаюсь С утра А у меня порез на пятке Ну не сильный такой Ну так Побалила нога прилично Я наоборот восприняла это как радость Вот Я восприняла это так Что Даже Михаил Радову рассказывает Такие случаи Что когда человек С ним что-то происходит в астрале И в реале это может отображаться Если он в очень глубокой фазе Я обрадовалась Что со мной такой пример прекрасный случился И теперь на моем Как бы не просто верить Вот что-то кто-то сказал Ты просто на веру веришь А вот у меня подтверждение Я обрадовалась И так же можно сразу же смекнуть Ведь если возможно сделать так И возможно перенести негатив Возможно перенести и позитив Мы можем исцеляться в астрале Мы можем узнавать информацию И все это будет точно так же реально То есть нужно Даже на таких примерах Учиться чему-то позитивному Есть ли какие-то вопросы у вас По поводу этого В прожественной терминологии Стигматы это тоже астрал Вы знаете Стигматы они могут появиться И не в астрале Они могут появиться вполне в реале У меня один раз такое было Я до сих пор не знаю Что это значит Но это было Я была на пляже У меня вдруг зачесалась рука Я не могла понять Что такое Смотрю линия появилась Думаю Ну наверное на море Что-то просто Как-то порезалось И вот оно у меня чешется Сажусь в такси Уже смотрю вторая линия Так ровненько-ровненько появилась Как пирамидка Через полчаса смотрю еще одна В общем у меня образовалась Пентаграмма на руке Она у меня так горела Прямо что трогаешь Как бугор такой Я не могла понять Что это значит Споткала Даже в анет выложила Мне сказали Что я все себе нацарапала Что это неправда Ну в общем Где-то к вечеру У меня так по одной линии Они исчезли Я так и не поняла Что это значит Как бы с астралами Я думаю Что это вряд ли связано Мне кажется это связано Как-то с подсознанием С очень таким Развитым чистым подсознанием И вот Мы это сами Может быть мы как-то сами Это осуществляем Да На цепи других уровнях Более высоких Которых мы просто не запоминаем Наша высшая аяжа Она прорабатывает Многие тонкие планы Поэтому нам не все К сожалению В этом деле Да но осуществляем Такую мысль пришла Как бы рассказывали Про девочку Одну маленькую Мусульманскую То есть она очень верующая была И вот она увидела Вот такой случай По телевизору И она настолько себе пожелала Чтобы они тоже Ели сна Естественно И летом На арабском языке И умери Сынно там Пань Через день Ели в телевизор Но так как это ребенок Я думаю Что так у него Чисто Может быть очень Видимо Обладает Таким Вот когда Ты видишь Картинами Зообразация Хорошо Развитая Я вот Поэтому Так вот Сама всегда Никакого не читая Вот и Думала Да Ведь у детей У них сознание Настолько мощное Для них Не существует Запретов Они из чего-то Хотят И у них Нет никаких Вообще Преград Поэтому Детям Очень просто Видеть все Они могут Видеть А сразу Знать Хороший Человек Или плохой То есть Даже Я слышала Такой пример Что у мальчика Что случилось Он лишился руки И он настолько верил Он жил в деревне И видел Какую ящерицу Отрастает в мозг И он настолько верил В то Что у него Отрастет рука Что у него Отросла рука Это известные случаи В интернете Можно даже Набрать Посмотреть Как бы Парадоксально Это чудо Но это есть То есть Мы реально Своим намерением Можем добиться Просто колоссальных Результатов И такая техника Кстати Будет Поэтому Не только что Когда относятся к религии Я считаю Что это к религии Никакого отношения Не имеет Конечно К религии Это никакого отношения Не имеет Религия Ведь все Спустя Думайте На мусульманку У христиан Свои Критации И так далее К религии Это явно Не имеет отношения Религия Это просто все Чтобы люди Стали более послушными Все это политизация Для каждой страны Свои Это определенные нюансы Все это понятно Все это для того Чтобы людей Как-то зазомбировать К сожалению Хотя в каждой религии Есть Очень рациональное зерно Основа Платформа В каждой религии Вот эти постулаты Не убей Не укради Не завидуй То есть Вот это все Это действительно правда Просто там столько Всего сверху Есть Правильного Поэтому что уже Не хочется верить Даже во все это К сожалению Ну как бы первые ступени Самые низкие Кто не разбирается Кто читать Может быть даже Передникать Любоко не хочет То есть Они им легче прийти Просто помолиться Что мусульманам Христианам Да Конечно Люди к сожалению Они не привыкли Брать за себя Ответственность за что-то Они думают Что вот какой-то бог Мы придем Мы исповедуемся Покаемся И можно завтра Начинать делать То же самое Через месяц Мы придем Исповедуемся И все будет в порядке Но это не так Храм у нас внутри И никакие Исповеди Помогут Человеку очиститься Что ж Сущности Ему интересует Как раз Что не познано Как бы Нужно проживать Нужно проживать Здесь и сейчас Вот эту физическую плотность Развивать физические аспекты А если вам будет Аплликация Там могут Свою программу Не сделать А вы не сделаете Свою Которое вам должно Лучше общаться С единомышленниками Которые Приблизительно На вашем уровне Духовного развития Находятся Вот моя ошибка То что Как бы Что с детства Я почувствовала Что Почему люди Вы внешне не видят А люди уже не хотят Занянуть И наоборот Вот я Требусь И в полной Присутствуют Поразмы Что Бьешься С одним С другим Почему Ты хочешь Показать Ну вот Вот это Реальность Это активная реальность А у тебя действительно Наверное Как будто Не знаю Вот